Изысканное благородство. Так можно охарактеризовать графические произведения, представленные в музейных залах. Позднее коллекция пополнялась. Часть работ была передана Министерством культуры СССР. Несколько листов приобретены у частного коллекционера. И в 1988 году Государственный русский музей передал 34 гравюры, которые значительно пополнили и расширили нашу коллекцию. И мы теперь любуемся видами Старого Петербурга и первыми петергофскими фонтанами. Здесь же библейские темы. Пророк Моисей со скрижалями словно выпечется о том, как будут выполняться Божьи заповеди. А также графическая копия с картиной Великого Рафаэля. Портретные гравюры представлены великолепными образцами русских мастеров. Мы видим людей прошлых эпох, словно бы вглядывающихся в нас с вопросом, так ли мы живем. Сохранились и в наших сердцах совесть и честь. Не на все вопросы мы можем ответить утвердительно. Но на то оно и искусство, чтобы зажигать в душах людей огоньки и сомнения в себе. Если бы не сотрудники нашего музея, которые смогли вовремя понять, что да, без такого собрания художественный музей не может существовать, конечно бы такой коллекции мы сегодня не умели. Директор музея гордится альбомом, в котором собраны все экземпляры коллекции. А оренбургские художники и студенты внимательно вглядываются в графические листы, являющиеся абсолютными раритетами. Сколько всего содержится в музее вот этих гравюр 18-19 веков? 136 произведений. Около 100 произведений у нас еще будут показаны на других листах. Ну что ж, будем ждать. Спасибо. Ирина Чернова, Игорь Бероев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok